здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодняшнее видео будет посвящено очередному этапу приготовления вида мы с поговорим об осветлении и у стабилизации начнем с того мой исходный продукт правда уже темная бутылка по бутыль плохо видно где-то неделю назад чуть больше я сняла с осадка снимала с осадкой а грубо просто переливом аккуратно и после перелива с осадком неображение восстановилась я оставила затвор вот прошла неделю чуть больше сейчас поверну чтобы вам было лучше видно опять все процессы остановились затвор стал в обратную сторону ничего внутрь не попадает чтобы кто не говорил и спробовано на опыте просто не надо наливать слишком много воды все затор повернулся в обратную сторону теперь я выношу это на холод но на холод какой на балкон у меня других условий нет то есть у вас это может быть тоже подвал балкон прохладно не отапливаем веранда ну то что что есть и говоря о всех вот этих методах стабилизации методах осветления использую только естественные вещи да есть другие есть различные добавки для того же осветления для стабилизации вина я это не использую во первых я вину целую для себя я знаю что моё вино как минимум год хранится сейчас идет эксперимент и возможно больше то есть я не вижу смысла добавлять чего-то еще если бы я понимала для чего это делать тогда в этом есть смысл иначе но я просто не вижу это мое мнение никому не навязываю есть случай когда действительно может быть и нужно что-то добавлять но сейчас немножко поговорим об этом и так значит прохладное место какая температура ну опять же у кого какие возможности понятно в подвале температура более стабильная у меня на балконе как повезет все зависит от погоды на улице охлаждать вино можно до минус четырех градусов это то что рекомендуется есть опыт есть виноделы которые вымораживают больше ну я не пробовала поэтому не советую что там дальше некоторые считают что когда вино начинает а где-то может быть кристаллизоваться в лед это не очень хорошо ну то есть лишь говорю о том о том о чем я не пробовала не знаю говорить не буду то есть но минус четырех но у меня балкон сильно не промерзает поэтому вряд ли у меня даже до минуса дойдет может минус один какой-то будет максимально холод способствует как осветлению вина то есть выпадению вот этих мелких частиц в осадок так и но есть такой прием в промышленности он называется крестабилизация когда при пониженных температурах ускоряется выпадение винного камня винный камень ну что такое это не буду вдаваться в химию какая кислота выпадает в соль в осадок и таким образом идет и понижение кислотности вина при скажем так нормальных условиях если вот этого не охлаждать не делать винный камень может выпадать до года иногда и более есть случаи именно поэтому во многих может не во многих некоторых бутылках делали специально вот это вот донышко такое выпукло что там вот этот винный камень собирался в нашем случае то есть прохладное место особенно если там где-то около 0 будет температура будет очень здорово потому что и осадочные вот эти вот все взвеси они будут выпадать в осадок и быстрее будет выпадать винный камень сколько держать я держу где-то две-три недели потом смотрю что у нас выпадает на дне и где-то через 2-3 недели опять снимаю с осадка ну там уже с трубочкой тоже это еще покажу когда этот момент настанет по осветлению то есть у меня вот в таких скажем естественных условиях вино осветляется прекрасно я специально вначале вам сделала вставку видео вот эту 15 секундную это прошлогоднее вино из реформа вот осветлено естественных таких условиях выпито оно было последнее в мае ну количество его было небольшое то есть вот вот оно какое было чисто прозрачность говорю без всяких специальных там добавок и прочего но касаясь осветления один год у меня действительно было когда вино осветлялось плохо хотя все-таки холод мне помог и там уже наверное не три может раза четыре или пять я снимала с осадка и долго держала на балконе на холоде но тогда это кстати был тот момент когда я еще не совсем понимала как делать вину то есть когда брожение останавливалась я добавляла сахар я добавляла дрожжи плюс тогда у нас не было столько стеклянной тары это все стояло в пластике в общем не знаю что повлияло но осветлялось вино плохо и было такое немножко мутноватая но это только один год дальше как бы все осветляется хорошо ну я вам покажу покажу результаты если вдруг осветление проходит плохо то можно до бинтонин наверное правильно путаю бинтонин бинтаин можно осветлять можно осветлять желатином то есть все эти способы применимы и ничего страшного абсолютно в них нет единственное что я повторюсь я считаю не нужным делать что-то если все происходит и без этого если же не происходит по каким-то причинам тогда да что касается тоже дальнейшей стабилизации то есть крио стабилизацию понятно вот холод он способствует вина камень выпадает дальше для стабилизации вина могут применяться тот же пиросульфат пиросульфит даже прочитала что есть специальные таблетки там дозировку проще делать то есть там таблетка рассчитана то ли на литр то ли на сколько не помню подробности но я думаю что если кого-то интересует то можно посмотреть тоже для себя я не добавляю ничего у меня все прекрасно хранится минимум год а может быть и больше поэтому я не вижу смысла добавлять какие-то дополнительные вещества опять же те кто делает много например для более длительного хранения еще для чего-то пожалуйста то есть если вы хотите вы добавлять это можете но тут даже по расчетам я вам не подскажу потому что я этого не делаю то есть я могу обойтись без этого и тут скажу что если вы делаете в небольших количествах и не планируете что-то долго хранить то тоже добавление вот таких агентов я считаю бессмысленными то есть любому действию должно быть рациональное объяснение и некий желаемый результат так значит теперь мы это отправляем прохладное место повторюсь температуры такие какие у вас есть есть балкон хорошо есть неотапливаем веранда хорошо есть подвал хорошо есть возможность сейчас даже ну допустим у нас температура порядка десяти градусов может немножко снижаться порядка восьми можно даже на улице пока оставит только и либо темная тара либо закрыть чтобы свет не попадал если светлые бутылки и оставить на неделе три а дальше после трех недель мы будем смотреть обязательно тоже я посмотрю что с моим веном происходит сниму для вас видео покажу ну а на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и пишите комментарии свои мнения и задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на наш каталог сортов винограда и ссылка на мои контакты и до новых встреч пока